Зенит, на мой взгляд, хорошо сыграл против Бетиса. Не только хорошо, но еще и интересно. Давайте выставим их формацию. Три защитника, два игрока в опорной и можно назвать это атакующей тройкой. Причем в опорной зоне очень-очень открытый набор исполнителей. Клаудиньо и Венделл. Вот такая формация была у Зенита. И это, на мой взгляд, попытка даже на выезде сыграть первым номером. Да, кто-то упрется в изначальную схему. Три защитника, значит, не первый номер. Но с точки зрения содержания игры, Зенит, пускай не очень ярко в атаке, потому что одно дело просто контролировать матч и пытаться играть первым номером. Другое дело, переводить это непосредственно уже совсем голевые моменты. Зенит не очень ярко в атаке, но в целом в такой структуре действовал. Это признак смелости. И очень многое, особенно если мы говорим о розыгрышах, все-таки не все сразу, чтобы еще Зенит и моменты создавал прямо пачками. Это уже немножко другая разновидность. Но в плане розыгрышей, в плане контроля они очень хорошую, пускай не третью, но очень хорошую испанскую команду смогли, на мой взгляд, переиграть на ее стадионе. Это заслуживает определенного уважения. Конечно, такая игра Зенита с мячом во многом связана с вот этой вот парой Вендел Клаудиньо. Очень важно было Зениту, когда выходит такая открытая пара опорников, сделать такой рисунок, в котором они не очень много обороняются, даже несмотря на то, что сзади есть пятерка, из которой могут выдвигаться тот же Бариус и страховать. Но даже в таком случае нужно сделать рисунок, в котором Зенит больше контролирует и меньше обороняется. Мне кажется, это вполне получилось. Комбинации, которые затевали в опорной зоне часто за счет не столько тактической структуры, сколько за счет хорошего взаимопонимания Вендел и Клаудиньо, они действительно завораживали, они действительно очень хорошо выглядели. При этом интересный аспект, который, на мой взгляд, тоже показал какую-то деталь, которой у Зенита не было в прошлых выездных матчах, по крайней мере, с такими соперниками сильными, это то, насколько лучше они притинговали и контрпритинговали. И тут, мне кажется, нужно упомянуть про вынужденное отсутствие Ярослава Ракицкого. Конечно, он дает невероятно много с точки зрения игры с мячом. Вообще не просто лучший пасущий защитник РПЛ, один из лучших пасущих защитников мира. Так я готов его характеризовать. Но на самом деле те его качества, которых не хватало в первой стадии, они были компенсированы вот этим вот центром и тем, что Дуглас тоже не так хорошо, но тоже на очень хорошем уровне пасует. А зато теперь мы получили тройку, которая может намного более агрессивно играть и намного более высокой линией играть. И мне кажется, это помогло Зениту вот даже не какие-то конкретные решения по схемам, хотя вот наполнение центра тоже важную роль сыграло, но вот это вот решение, оно тоже может быть, я почти уверен, что оно было вынужденным. И, по-моему, Симак даже сказал, что Ракицкий не играл, потому что, ну, в голове у него было другое. Там в этот день для его страны, для его родины случилось прямо трагическое событие, о котором он в том числе высказался непосредственно в день матча. И он оказался в заявке, он был физически здоров, но из-за вот этой, из-за того, что у него с ним творилось, в такой день, это абсолютно понятно, он играть не мог. Я думаю, что, то есть, к этому варианту Симак в какой-то степени вынужденно пришел. Вот о чем я хочу с точки зрения футбольной тут сказать. И это очень интересно сработало. Посмотрим, может получится эту структуру развивать, но потенциал у этого определенно есть. Основные моменты, у Зенита не было, мне кажется, чего не хватало, так это какого-то постоянного источника угрозы. За счет постоянного давления в концовке и в целом во втором тайме Зенит создал определенные шансы, потому что первый тайм был, вот, скажем так, олисотворением этих намерений, но не был по-настоящему смелым, по-настоящему открытым. А вот во втором тайме определенные моменты появились, но не было постоянного источника. Они возникали просто из-за давления, из-за того, что есть серьезное давление, И дальше каким-то образом, немножко хаотичным, они могут возникнуть. Два гола отмененных «Зенит» забил. Думаю, тут все абсолютно по делу, обидно. Особенно обидно, когда гол отменяют, который случается в уже компенсированное время. Но думаю, тут к решениям арбитра просто абсолютно никак не придраться. Субтитры создавал DimaTorzok